Привет, ребята! Это Маша! Когда вы учите иностранные языки, то что вы делаете? Вы пишете упражнения по грамматике, читаете и изучаете новые слова. А для чего это? То есть, зачем вы учите иностранные языки? Конечно же, чтобы на них разговаривать. И вот в этом и проблема, потому что очень сложно говорить на иностранном языке. В этом видео я вам покажу один способ, который поможет вам разговориться. Вы сможете очень быстро развить беглость речи, даже если вам не с кем тренироваться. Вы готовы? Поехали! О, него! Сначала немножко истории. Как вы уже знаете, я учусь во французской школе. Получается, я учу английский и французский. А дома я учу испанский. До этого сентября я учила испанский в расслабленном темпе. Особенно, когда я летела на Кубу. Я могла там сказать, сколько мне лет, привет, как дела и пока, конечно же. Но я же болтушка и очень любила разговаривать. А я же не знала грамматику, слов и так далее. Поэтому говорить с работниками отеля особо не получалось. И с сентября я начала учить испанский на одном ресурсе. Я уже начала учить слова, понимая что-то по грамматике. И моя мама мне предложила очень хорошее упражнение. Оно помогает заговорить даже на начальном уровне. Оно называется активатор беглости. Его придумали учителя из Испании, которые тоже обучают испанскому языку. Естественно, вы можете выполнять его с французским, с английским, да хоть с китайским. Шаг первый. Берите видео вашего уровня. Будет очень здорово, если к видео будет еще и текст. Посмотрите это видео с основным текстом. И попробуйте пересказать его своими словами. Если вы начинаете учить язык, это нормально, что у вас короткая речь. Делать это упражнение даже начинающее. Представьте, что перед вами друг, и вы ему все это рассказываете. Шаг второй. Возьмите тетрадку и запишите слова и фразы, которые вы хотите использовать в пересказе, но не знаете их на иностранном языке. Просто со словарем найдите их и запишите. Шаг третий. Повторите процесс три раза. Когда вы выполните упражнение, произойдет следующее. Сначала вы перескажете видео в первый раз. Потом вы посмотрите в словаре слова, которые вы не знаете. И, конечно же, запомните их. Потом вы пересказываете видео еще раз. Во второй раз. И потом вы находите слова, новые слова, которые вы не знаете. Это нормально. Потом вы посмотрите в словаре слова и уже все запоминаете. И затем вы пересказываете видео в третий и последний раз. А потом вы почувствуете как складно, красиво вы произносите, ой, вы говорите, как у вас слова льются. Вот это и называется беглость. Вы знаете, что это для тех, кто очень хорошо знает язык, а это неправильно. На прошлой неделе я рассказала на испанском про мою семью. И у меня все классно, очень-очень классно, все получилось. У меня, конечно, начальный уровень испанского, и, конечно, я буду продолжать и делать это упражнение. Надеюсь, это видео было вам полезным. На сегодня это все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Встретимся в следующем видео. Увидимся! АВЕНТО! Подписывайтесь на мой канал. ан Субтитры сделал DimaTorzok